всем привет это киос недавно сейдан провел вебинар про анализ нескольких таймфреймов если кто помнит у него был уже такой вебинар но только он там он про свинговые уровни рассказывал как несколько таймфреймов между собой взаимодействие при анализе уровней я его приводил есть на канале в этот раз он то же самое рассказал то есть смысле то же самое чтобы про анализ нескольких таймфреймов но уже как это выглядит на лежачих уровнях те кто другие переводы смотрел вебинара в принципе должны были уже обратить на это внимание и догадаться как ему там какие изменения отличия ну как бы это кто нет вот я сейчас вот этот отрывочек переведу небольшой и будет как бы понятно только я не буду приводить как обычно таким там суды переводом там правильным максимально близким к оригиналу и прочее сделаю такой так сказать на коленке то есть сейдан там что-нибудь расскажет кусочки я своими словами перескажу что имелось в виду то есть это не будет точный перевод ну давайте начнем тогда ах да вот еще что мы переехали из группы в фейсбуке в телеграм и это можно сказать вот этот мой переводик будет типа подарка на новоселье всем нам перебравшимся из фейсбука в телеграм ну здесь сейдан говорит что причины почему у него здесь на одном окне так много таймфреймов в том что ему это нужно нужно так как он разные стили торговли показывать с уровня с разных таймфреймов что не только свинговый уровень не только позиционные и не только дэй трейдинг то есть он все вместе это показывает поэтому у него такое большое количество таймфреймов здесь смысл такой если только торгуем свин трейдинг у нас будут по-своему выглядит это рабочее пространство если дэй трейдинг то посмотрим ну соответственно как бы зависимости от стиля будут свои таймфреймы он говорит что если у вас не такая ситуация как у него то вам не нужно такое количество таймфреймов не нужно такое рабочее пространство если например вы являетесь свин трейдером то вам не нужен вот этот пятиминутный график пятнадцатиминутный достаточно будет 30 64 часовой вот двухчасовой трехчасовой получать уже свин трейдинг вам не нужен не нужен дневной недельные месячные графики то есть вот это вот интересный момент что что для трейдинга свои мелкие графики для свинг трейдинга свои для позиционного свои ну то есть поэтому кого если свинг трейдинг то принципе даже и дневной и недельный нужны хотя они хотя нужны но но не на них уровне будут искаться ну вот тут он начинает смотреть будет показывать нам пример вот на этом инструменте это Субтитры создавал DimaTorzok То есть, он сейчас будет рассматривать пример нас в тренинге, и он говорит, что он заранее не знает, на каком таймфрейме у него будет уровень с наибольшим дисбалансом между спросом и предложением. То есть, мы посмотрим все вот эти вот графики и определим, где это есть. Ну, то есть, где дисбаланс, где уровень. То есть, он начинает с большего таймфрейма. С какого именно это, в принципе, небольшое значение имеет? Ну, давайте начнем, для примера, вот с этого графика трехчасовой получается. Он говорит, что вообще таймфрейм не имеет значения. Ну, то есть, другими словами, трехчасовой таймфрейм ничем не лучше двухчасового или часового. Ну, то есть, как они равноценны. То есть, один таймфрейм не имеет преимущества перед другим. То есть, нам без разницы, на каком-то торговать, шансы у нас будут одинаковые. Мы знаем, что ниже вот этого цветнового диапазона у нас есть уровень спроса. Ну, кстати, ценовой диапазон, вот эта вот штучка, боковичок цены, то есть, еще называется областью новичка. Важная вещь. Вот она, зона спроса. Она ниже этого ценового диапазона. Обычно зоны спроса и предложения, которые находятся за пределами ценового диапазона, имеют больший дисбаланс. То есть, они более качественные. При этом, когда мы смотрим выше этого ценового диапазона, у нас здесь нету никакого... никакой зоны предложения. Ну, то есть, все уровни предложения здесь рядом с ценой, на этом таймфрейме у нас нету. Ну, то есть, как бы теперь посмотрим другие таймфреймы для этого. То есть, вот это у нас ценовой диапазон, который там мы только что смотрели на трёхчасовом графике. На четырёхчасовом графике у нас есть зона, но она находится высоко. А вот здесь вот, здесь, на четырёхчасовом графике, здесь, в этом месте, чуть выше этой области новичка, у нас уровня нет. Нам нужно найти доказательства, что в этом месте есть дисбаланс, ну, то есть, есть уровень. Вот он такой говорит, а теперь мы идём на меньший таймфрейм, то есть, двухчасовой. Открывает его, говорит, ага, вот у нас есть зона предложения. То есть, вот этот вот ценовой диапазон, о котором он говорил, и вот здесь вот выше есть зона предложения. То есть, мы её не видели на трёхчасовом графике, не видели на четырёхчасовом графике. А на двухчасовом, вот она есть. То есть, он тут подключил показывать ночные сессии, я так понимаю. То есть, вот эти вот фиолетовые свечи, это ночные сессии, что ли получается. Ну, в общем, суть такая, вот это тот же самый уровень, который только что мы смотрели, только более развернутый. Но он уже не свежий. Как бы, что вот он, он появился здесь. Весь наш анализ, это состоит из двух частей. Это место расположения и структура уровня. То есть, место расположения. Это означает, что уровень должен находиться за пределами области новичка. То есть, вот этого ценового диапазона. Либо ниже, либо выше. А вот этот уровень предложения, он уже не свежий. То есть, вот мы видим здесь тесто. Это уже к структуре, слово сказать, относится. Ну, то есть, это те наши усилители возможностей, которых, я думаю, вы все уже знаете. Он говорит, тем не менее, мы внутри этого ценового диапазона тоже имеем уровень спроса. Внутри этого ценового диапазона у нас есть уровень спроса. Обычно такой уровень имеет меньшую вероятность. Ну, то есть, это тот самый серый уровень. То есть, если по краям, это цена области новичка, мы имеем желтый уровень. То есть, высоко вероятный. Я лично только такие торгую. А есть еще вот такие вот уровни, которые внутри области новичка. Они серые называются. Вот, сейчас вот это он показывает на серый уровень. Ну, то есть, он говорит о том, что они тоже отрабатывают, но при условии, если не будет никаких новостей и прочего, потому что там намного ниже дисбаланс между спросом и предложением. Ну, соответственно, новости будут, этот уровень вынесет. А если будет все спокойненько, то он может отработать так же неплохо, как и любой желтый. Ну, все в принципе, как бы. Дальше он будет то же самое показывать на следующем инструменте. Кстати, спай, если кто смотрит автоперевод, он вам будет переводить как шпион. Ну, в общем, как бы, вот такая вот суть. А теперь я кратенько своими словами еще дополню, если из этого было непонятно. У нас, когда мы раньше торговали с финговыми уровнями, то у нас каждый таймфрейм отвечал за свою задачу. То есть, мы смотрели тренд, мы смотрели уровень с общей картины, то есть, это кривая, другими словами, спроса и предложения. И мы на каком-то третьем таймфрейме искали уровни для входа. Ну, это там зависело от того, если по тренду, то ищем по тренду. Если тренд не учитываем, то, значит, ищем уровни внутри кривой, то есть, ближе к краям полюсов и так далее. То есть, это то, что мы делали при торговле с финговыми уровнями. И, в принципе, так и надо продолжать. То есть, если вы торгуете с финговыми уровнями, то так и делайте. А с лежачими это отличается. То есть, у нас нету каких-то таймфреймов со своими ролями. То есть, мы торгуем лежачее, мы не смотрим тренд. Нам не нужна кривая. У нас теперь другие видения. Мы смотрим на область новичка. И в зависимости от этого выбираем уровни. То есть, можно серый торговать, можно желтый торговать. То есть, и когда мы несколько таймфреймов смотрим, то есть, другими словами, то, что он нам показал. То есть, он говорит, вот тут вот на большем таймфрейме, типа, у нас есть область новичка. И дальше он переходит на меньшие таймфреймы и смотрит, есть ли еще уровни для торговли выше или ниже этой области новичка. Ну, соответственно, как бы это вот. И таким образом можно будет найти уровень, который, например, на 4-часовом графике его не видно. А где-то на часовом графике он может быть. То есть, при этом мы не залазим в область новичка. Также, ну, он показал там уровень спроса внутри области новичка. Да, вот можно на нем торговать. То есть, вполне плохо отрабатывает. Но нужно соблюдать определенные условия. То есть, это посложнее, чем на желтых. На желтых вообще легко. Там, установил ордера и все. Установил ордер, цель и забыл. И они очень, очень хорошо отрабатывают. Замечательно просто. Как бы, с серыми не так. Ну, чтобы, как бы, убедиться, советую статистику набрать и по желтым, и по серым. В принципе, это недолго. Учитывая, как вот так вот. Теперь, зная, как искать на разных таймфреймах, думаю, у вас будет намного больше уровней, нежели, чем когда мы искали, как свинговые уровни. Также опять, вот еще о каком отличии, чуть не забыл. Но при торговле по свинговым уровням нам нужно искать, как бы, слияние уровней. То есть, уровень с меньшего таймфрейма мы ищем внутри уровня с большего таймфрейма. Ну, то есть, если у нас есть, скажем, дневной уровень предложения, то мы внутри него ищем часовой уровень предложения. А с лежачими нам уже такого слияния не требуется. То есть, если, например, не будет на дневном лежащего уровня предложения, то нам на часовом это и не нужно. Это нас никак не повлияет. Мы все равно там свое возьмем. То есть, другими словами, с лежачими у нас получается намного больше возможностей для входа. То есть, каждый таймфрейм нам даст свой уровень. Вот обратили внимание, что у нас, по сути, на каждом таймфрейме были свои уровни. То есть, вот область новичка на двухчасовом таймфрейме. У нас здесь уровень предложения выше. Идем дальше. Сейчас, где там часовой? Четырехчасовой вроде бы у него. Вот, четырехчасовой. Обратите внимание. А на четырехчасовом свой уровень предложения, который выше получается. Вот оно. То есть, мы в итоге имеем уже два уровня для продажи. Один на двухчасовом, один на четырехчасовом. И они находятся в разных местах. Также вот трехчасовой график. Видите? И тут выше еще больше. Вот область новичка наша, вот эта вот внизу. А здесь выше пошли другие уровни. Вот это, кстати, хорошо. Вот, то есть, как бы мы имеем свои. То есть, получается, на каждом таймфрейме у нас будут свои уровни. Которые часто не будут совпадать с уровнями на других таймфреймах. Но могут совпадать. Вот это, например, немножко совпадает с четырехчасовым, как я вижу. Но при этом будет, допустим, часто будет так, что на одном таймфрейме у нас уровень есть, а на другом таймфрейме будет чуть выше или чуть ниже лежачий. Но это все, что я говорю, это сейчас относится к лежачим, к свинговым уровням. Это не так. Там совсем другой способ торговли. Хотя бы. Ну вот, я думаю, это такое, как значимое. Я когда тоже смотрел, когда, ну вот изучал вот эти вот лежачие начали, когда там Сейдан открыл свои секреты, вот эти вот то, что я переводил вот эти вот вебинары там про лежачие, про фитер Сейдана, который важный, без которого ничего не берется. То есть и проще вот эти вот все приводил там. Особенно вот эти вот, когда появились новые видео с платной части его сайта, которое получилось достать. И вот там было, и вот я когда их переводил и смотрел, и вот, ну то я переводил, выкладывал вот это, ну в общем, знаете где. Как бы вот, и у меня тоже было, вот у меня было такое, я как бы смотрел и думаю, что-то не так, что-то я не понимаю, почему такое. Как бы я искал вот по тому принципу, как мы торговали слинговые уровни. А потом постепенно, как бы, щелкнуло в голове, что вот оно оказывается, есть отличие. То есть оно не так анализируется там фреймой. То есть отличается. Не знаю, надеюсь, как бы у меня получилось, как бы нормально перевести и, как бы, своими комментариями дополнить. Я думал, покороче получится видео. Ну ладно, в общем, считаем это подарком на новоселье всем нам за то, что мы переехали в Телеграм. Вот я стихами заговорил. Удачи всем в торговле!